Здравствуйте! Ну, как известно, Никол Пашинян, мягко говоря, опасается журналистов, блогеров. Если и встречается с ними, то в порядке исключения в виде каких-либо пресс-конференций. А любимый его российский блогер – это некий такой Романов, куда он пускает себе в кулуары и даже, может быть, свои приемные покои, судя по всему, что я видел из спортзал, только его. А мне приходится довольствоваться вниманием его супруги Анны Акопян. Ну, так уж повелось. Ну и бог с ними. Ладно, теперь уже и с Анной Акопян не встретимся, хотя с ней, с нее, как бы, толку и теперь мало, как и раньше было. Тем не менее, вопросов у меня к правительству Пашинян от этого нисколько не меньше. И я решил поговорить с единомышленником Николой Пашиняна, политическим обозревателем, политическим деятелем Республики Армения, Рубеном Меграбяном. И ряд вопросов, которые бы я хотел задать Николу Пашиняну, я задал Рубену Меграбяну. Ну и что из этого вышло, представляю вашему вниманию. Господин Меграбян, так как недавно я видел ваше интервью одному каналу, честно говоря, я раньше не знал, вот из этого интервью я узнал, что вы единомышленники с Николом Паваевичем, Пашиняна, в каких-то вопросах политических. Поэтому у меня есть ряд вопросов, которые бы я задал ему, но, может быть, вот ответы услышу от вас. Но для начала я бы хотел у вас спросить, потому что этот вопрос интересует нашу диаспору, неважно какая она, африканская, российская или американская, куда бы я ни ездил, мне этот вопрос задают. Кто такой Никол Пашиняна? Вот такой простой вопрос, премьер-министр Армении, помимо того, что он премьер-министр Армении. Ну, смотрите, во-первых, я себя считаю во многих вопросах единомышленником его, его я лично знаю с 90-х годов, премьер-министр Армении, но во многих вопросах я не являюсь его единомышленником, поэтому я не знаю, насколько релевантными будут мои ответы в случае, когда вы задавать будете их мне из того ряда, который вы хотели бы задать ему, потому что в определенных вопросах вы, скорее всего, услышите иной ответ. И второй момент, я не занимаю никакой государственной должности и не считаю себя ограниченным по тем или иным соображениям, чтобы и вам просто ответить, как есть. Поэтому мы свободные люди в этом плане, и я ничем не отличаюсь и не буду отличаться от вас. Хорошо. Кто такой, премьер-министр Армении Никол Пашиняна? Никол Пашиняна, это человек с убеждениями, которые у него сформировались еще со студенческих лет, и он, в общем-то, базово их и не менял, и остался при них и сейчас. Другой вопрос, что одно дело иметь эти убеждения, и другой вопрос, как их реализовать. Вот здесь уже, когда дверь стучится, его, ну, не величество, а высочество, реальность, то тогда уже приходится иметь дело с ней. А свои убеждения уже вкладывать в какой-то тайминг, да, то есть в какую-то шкалу приоритетов или иерархии. И следовать уже исходя из тех условий, которые есть. И этим отличаются Никол Пашиняна до премьерства, и Никол Пашиняна премьер-министром. Причем разные периоды. Он был премьер-министром непрерывно, но это были три разных периода. Это период до войны, период во время и после войны, ну и период после избрания его партии в 21-м году. Мы видим разные, ну, скажем так, приоритеты, которые стали основой тех шагов, которые он делал. И в настоящее время, да, Армения находится на таком стратегическом развороте. В силу тех обстоятельств, которые сложились на международной арене. И Армения абсолютно очевидно, что не может продолжать вести дела так, будто ничего не случилось. Вот. А случились две фундаментальные вещи, которые не могли и не могут не влиять на наши взгляды на них. Это, конечно, 44-я верная война. И это война, которая сейчас идет между Россией и Украиной. Вот эти два, такие, для нас, армян, живущих и в Армении, и вне Армении, 80% армян по происхождению это... Вне Армении. Вне Армении. И это очень прискорбно, да, потому что это ненормальное распределение, скажем так. Получилось так, как получилось. И это не только причина в этом 15-й год. Это долгая жизнь. Ну, многие полагают, что Никол Пашинян знал о готовящейся войне в 20-м году. Вы как считаете, так это или нет? Ну, скорее всего, предпосылки к этой войне, да, складывались не в день начала этой войны. Складывались, скорее всего, сразу после того, как он заступил на пост поединке. Я помню эти крики, что вот, Никол Пашинян пришел, чтобы сдавать коробку. Тогда как все было намного сложнее. Невозможно, чтобы какой-то человек, независимо от имени, или фамилии, что-то пришел и что-то сдал. Это целая совокупность обстоятельств, которые складываются так или иначе. Они и создают ту обстановку, которая, в общем-то, приводит к определенным действиям. И ситуация была в том, что переговорный процесс уже был де-факто прекращен до его примерства. Я об этом говорю и его предшественник. Ну, да, и не удалось перезапустить его. И более того, мы тогда имели ситуацию, когда в Америке правил трап. И он, скажем так, интересы Америки передал в аутсорсинг Турции. А многие дипломатические дела передавал в аутсорсинг разным субъектам. В том числе, переговоры по Кавказу передал в аутсорсинг России. И получилось так, что первые договорились со вторым. Но в эпицентре оказались мы. Мы оказались в геополитическом пузыре, непроницаемом, между нами и внешним миром. И ловушка захлопнулась. Ну, меня, честно говоря, интересует этот же вопрос, но только с другой стороны. Вот говорят про Пашиняна, а меня интересует иначе вопрос. Знал ли Серж Сарксян о войне? Почему он так легко сдался? Он не мог мне сдаться. Я отбрасываю конспирологические эмоции. Ну, смотрите. До... За неделю до его отставки. В переговоре ежедневно шли митинги. Так, митинги идут с 88-го года. Как я называл, электро-майдан еще. Да, да, да. По поводу и без вообще митинговая культура в армянском обществе. Она такая очень развитая. Здесь принято митингом. Как и в Грузии. По разным вопросам. Политическим, неполитическим. И вот эти митинги, которые начались... То есть этот поход из Гюмри-Верева. Пеший поход. В нем участвовало считанное количество людей. И они даже и до Верева. И проводили митинги. На этих митингах собиралось от одной до двух тысяч человек. Потом... И они еще и ежедневно. Эти митинги власть считала как... Одни из обычных, которые обычно бивают, ну и пусть будут, а вот рассосутся в районе. Оказалось, вместо рассасывания это все сдетанировано. И после того, как власть похватила, что нужно как-то радикально решать, и пошла на, ну скажем так, локальные репрессии. В виде изоляции, задержания. Перекрытия улиц, да? Чего раньше не было, наверное. Ну это же тоже... И когда пошел децентрализованный процесс, просто на каждого одного полицейского не поставишь. А вот это ощущение собственной силы, да? Когда мы объединяемся, это уже стало распространяться по эффекту гальванизации, да? Среди всех граждан Армении. А на каждого полицейского не поставишь. И система тайского. А почему Баграту у него дается это сделать? Потому что та повестка, с которой выступает Баграт, она не резонирует с миропониманием среднестатистического гражданина Армении. Он считает, что это не про него. Ну вот и не реагирует. А у него получается уже как бы крик в пустах. Ну в результате мы видим, что это остается вещью в себе и дальше не распространяется и не в состоянии распространяется. Ну, коль вы сегодня выступаете, скажем так, адвокатом Пашиняна, в некотором смысле, в некотором смысле, такой тогда вам вопрос. Вот как вы считаете, правильно ли устраивать велотреки какие-то такие, выдавать в эфиры видеокадры семейные, веселые, отдых и прочее, в то время, когда в стране немало пленных в стане врага, да, находятся кусками враг захватывает армянские территории, суверенные, надо сказать, да. И все-таки на фоне всего этого ему расскажется, что премьер-министр Пашиняна является премьер-министром не Армении, а какой-то там швейцарской конфедерации. Вот как вы считаете, правильно ли он это делает? Потому что это очень раздражает многих. Смотрите. А давайте так рассуждать. То, что произошло в 2020 году, затем в 2022, затем в 2023, это не только то, что вы сказали, это и война, это и потери, это и этнические чистки, депортация, это сломанные судьбы, это трагедии, тысячи отдельно взятых людей. А какой у нас выбор? Выбор здесь два варианта. Один, это сидеть в вечном трауре, ничего не делать, в этом смысле. Второй момент, это то, что, да, это все принять к своей тюрьме, но сделать так, чтобы жизнь продолжилась. И это делать, собственно, не время. Другое дело, насколько это удачно получается, уместно получается. Да, здесь возможны споры, но я сторонник тому, чтобы жизнь все-таки продолжалась. И в истории тоже есть. Да, после трагедии, нации ставили задачу преодолеть трагедию, преодолеть произошедшее и продолжать жить. Потому что, кто это тебе сделал, это сделал для того, чтобы ты плакал и плакал как можно дольше. И чтобы ты даже сам улыбился, да, он обратуется. И это означает, что мы все-таки должны смотреть вперед и двигаться вперед. Но для этого нам нужно восстанавливать вот эту душевную равновесию. Это бесспорно. Вот с этим, как раз таки, не происходит. Философски я, то есть, принимаю эту сторону. Теперь же, а дальше уже, ну, вопрос исполнения. Ну, да, например, если премьер-министр показывает, домашнюю обстановку, семейную идиллию, я в этом не вижу абсолютно ничего плохого. По велосипеду, ну, хорошо. Ну, это мое субъективное отношение. Ну, хорошо, велосипед раз, велосипед два, велосипед три. Может, хватит? Да, ну, я про это всю идиллию, это, конечно, хорошо. Другое дело, как посмотрят на это те люди, у которых, из-за того, что их отцы или братья, или мужья сейчас в плену, у них нет такой идиллии, получается, дома, как у Пашиняна, да? И плюс еще тогда вопрос здесь накладывается. Ну, это хорошо. Я сам всегда в своих эфирах говорил, хватит вот этого депрессника. Не нужно показывать врагу, что все, нас убили, мы в депрессии. Я говорю, у нас было всегда в нашей истории много разных соседей, огромных эльпирий. они рождались, подыхались, снова рождались, подыхали, а мы оставались, как птица Феникс, возрождались. Но есть такое но одно. Вот помимо вот этой идиллии, которую нам показывают власть Армении, что-нибудь делается, чтобы эти пленные были все-таки дома? Да, делается. Я-то знаю, что делается, но сами понимаете, даже вот, когда Красный Крест, который непосредственно занимается вопросами пленных, там целый комплекс таких обязаций конфиденциального характера, потому что это чувствует цельный вопрос. А это означает, что все, что делает государство, для этого государство делает, оно не все может демонстрировать. И это пойдет в обретру. Но об этом говорится. об этом говорилось и вот на пресс-конференции. Но мы должны понимать, что это не все в наших руках. Этот вопрос поднимается и на международных площадках, на встречах с дипломатерами. Но есть какие-то подвижки? подвижки такие, что я и в течение своих и личных контактов в моих поездок завтра, даже еще не слышал того, что пленные должны оставаться. подвижки. Это не так. Наоборот, договор должны Другое дело, насколько вот эти страны готовы оказать давление на Азербайджан, чтобы они все-таки ослаботься. Вы имеете ввиду Россию или еще какие-то страны? У меня общение с официальной Москвой или аферированных с нею лиц не имеется по определенным принципиальным соображениям. Я имею ввиду и с западом, и с иранским дипломатом я говорю. Да, но они во всем согласны с нами, что да, эта война закончилась в 94-м году, когда было заключено перемирие, но не мир, на следующий день Армения в одностороннем порядке передаваем наш полемир, который содержался вниз, причем не ставя никаких уходов. После этого азербайджанская сторона, в общем-то, сделала то же самое, как в Азербайджане. А здесь мы видим, что да, противоположная сторона далеко не джентльменская в своем поведении, в своем понимании добра и зла, хорошего и плохого. Ну вот, имеем то, что имеем, и да, аргументы у нас непробиваемые, но возможности неограничены. Но делается. скажите, вот Армения пытается нынче налогировать между Западом и Россией, Западом и Востоком, скажем так, но это видно, это очевидно, с любой стороны. Удается ли это Пашиняну, и когда же все-таки он определится, с кем он, там он, или с другой все-таки страны, потому что я считаю, что это очень важно. Это очень важно, и это на данный момент, на текущий момент, скажем так, международных отношений, это даже неизвестно. Понимаем, и тоже говорите, я соглашусь с вами, да, сейчас идет политика, более того. По факту мы имеем такую асиметричную ненормальную зависимость Армении от России в силу прошлой политики. И да, ставится цель разбавить эту зависимость в следующей логике, это, скажем так, логика малых стран. Если малая страна, неважно, как она называется, зависит от одной страны, это зависимость. Если малая зависит от нескольких стран, то это независимые страны, исходя вот из этой игры. Это называют диверсификацией внешней политики. Да, на данный момент об этой диверсификации говорится, о диверсификации всех политик, да, но в разных политиках получается уже по-разному. Если в политике обороны, в оборонной политике безопасности делается много, и на то есть и объективные причины. Объективные причины состоят в том, что на данный уровень нет оборонного сотрудничества в том, что в первую оппозицию заинет 21-22 годы, когда партийские отказались признать нашу международную признанную вверху. Причем, согласно документу, подписанному в Алма-Ате, 12 из 15 бывших советских республик, в том числе и в Кармении, и Азербайджану и Россию, мы стали перед этим фактом. И второе главное, конечно, это война в Украине. У нас нет и, собственно говоря, войно-технического сотрудничества, потому что нет еще объективных. России самой не хватает многого, и даже если бы мы очень захотели, то это было бы нереализмом. И вот Армения обладила, во всяком случае, то, что публично объявляется об этом, отношения с Францией и Синдией. Причем с Францией на уровне оборонного соглашения с Индией только военно-технического, но довольно-таки общения. Индийская пресса пишет, я просто ее цитирую, потому что армянская пресса ничего не пишет и правильное дело. А индийская пресса пишет причем в таких атмосфере фанфар, потому что Армения, уже так получилось, стала первой в истории страной импортером индийского оружия. Да что? Да, конечно. Я не знал. Они говорят об этом. Это так и есть. Индия еще никогда не экспортировала свое оружие, армянская стала первой страной, куда Индия стала экспортировать. И вот индийская пресса пишет, что здесь различные заказы на сумму до 4 млрд долларов долларов на несколько лет. И вот они, естественно, уже по факту получения будут оплачиваться армянской стороны. Армения тем самым нашла путь решения вопроса перевооружения своей армии и материально-технического обеспечения процесса фундаментальных веков. Ну, потому что из войны сделали, мне кажется, пока еще только такие базовые выводы, но это нуждается в детализации. Все-таки в Армении нужен будет свой клаузовец, который опишет в своем роде войну 1806 года, почему Пруссия проиграла. Здесь тоже будут такие книги, и они будут изучаться и в военных академиях, и даже в школах, и также для, как говорится, для широкого круга читателей. Это мы должны заполнить на всю жизнь, и на следующие погоды. Мы пришли к выводу, что нам нужно все фундаментарно менять. Скажем так, собак не работают. Все. Нужно найти что-то поумное. И вот мы имеем ситуацию, когда мы имеем совершенную географию военно-технического сотрудничества. Мы имеем других партнеров по обороне и военно-техническому сотрудничеству. В силу политических расхождений Армения фактически де-факто не участвует в такой организации, как ОДФБ. Но и не вышло еще. Единственное, что осталось от Армении в этой организации, это пока еще оставшаяся де-факто. СНГ, что связывает нас с Россией, это нерабочая организация. Это организация для посиделок ставящих диктатов. Нам это не интересно. И Армения, кстати, туда тоже не идет. Ну а зачем тогда нам находиться во всех этих организациях? Ну смотрите, здесь мы понимаем, что пользы от России сейчас нет и не может быть. Но от нее пока еще может быть много вреда. Если, допустим, Россия сочтет, что мы страна рождены. Россия пока так не считает? Россия пока не считает. Во всяком случае, официальная Москва в лице тех представителей, которые выражают ее позицию официально. Это не так. Но, скажем так, там же как? Там есть разные, разного уровня спикеры, которые ни слова не говорят без отмашки оттуда. Оттуда там, в общем-то, это крайне враждебная только наша ответственность всего лишь за то, что мы просто последовали в интересах собственной страны и в интересах государства. Потому что восприятие российского эстеблишмента, мы, да, там, провинция, это наши, типа, и мы община. У вас что, получается, хорошо? Там шашлыки, тосты говорить, обслуживать наших туристов, ну, еще приносить, уносить нашим солдатам то, что мы от вас потребуем, да? И еще хвалить нас и постоянно нас благодарить. Ну, извините. Мы государство. Кому нравится, кому нет. Но государство... Ну, в Армении, да, плюрализм мнений, скажем так, да. Я, например, могу со своей стороны сказать, вот многих, скажем так, западников, я не знаю, как назвать правильнее, сторонников Запада, да, в Армении, как они обнеслись к тому, что Украина поздравляла Азербайджан с победой в Карабахе? Украина не поздравляла. Ну, я видел снимки с... С постерами? Да, с постерами. Эти постеры там заказываются азербайджанской общиной, а на 24 апреля там в сто раз большее количество постеров заказываются союзом армян Украины, посвященные дым памяти жертв геноцида. Это все. То есть здесь усматриваясь политику, не из чего. И сейчас в Украине просто принципиальная позиция состоит в том, что международно признанные границы должны оставаться нерушимы. У нее своя проблема. А как она сейчас смотрит на то, что Азербайджан уберегал ряд армянских земель? Плохо смотрит. И, в общем-то, они считают, что это все в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном должно прийти на круги свои, собственно говоря, согласно тем документам, которые мы уже подписали с Азербайджаном. Например, вот договоренность под 19 апреля или вот пару дней назад. Там все сегодня опубликовали этот согласованный регламент. Там главный принцип – это, конечно, положение Алматинской декларации, согласно которой административные границы между союзными республиками, они получают по распаду Советского Союза статус государства. Другого легального документа просто не существует. Принципиальная позиция Украины состояла в том, что исходим из этого. А потом уже что произошло, откуда появились уже расхождения восприятия, это уже, как бы, мы знаем. А скажите, да, по этому вопросу я понял. Скажите, вот той же Украине, раз мы заговорили об Украине, принципиально есть разница, какого сорта диктатор? Потому что, как я посмотрел, одни диктаторы для них диктаторы, а другие диктаторы – это наши друзья, потому что они нам поставляют газ, нефть, ну и так далее. Ну, вы поняли, о каком диктаторе? Да, конечно, вы говорите о двойных стандартах в политике. Да. Господин Рапутина, в политике всегда, никогда не было двойных стандартов. Были тройные, четверные, пятерные стандарты, потому что разговор о политике – это разговор об интересах. Или это культмассовое мероприятие на тему политики, если это не так. Стало быть, да, демократическим странам, малым и большим, свойственно строить свои отношения на основе принципов с одними диктатурами и на основе собственных интересов с диктатурами другими. Потому что это в их интересах, это в интересах их избирателей, от этого зависит. Но, кстати, они хороший пример не подают другим странам, авторитарным, скажем так. Ну хорошо, но вот Британия, которая там имеет многомиллиардные инвестиции. На фоне той общей европейской политики, которую мы видели. Документально все. У Британии какая позиция на отношения? Ну так. Ну конечно, сукин сын, но наш сукин сын. Получается так. В отношении России долгое время было так. Но мы видим, что после начала войны в Украине, Получается так. Получается так. Как было в Скандарфе. Он был другом. Спонсировал выбор, насколько по Саркозе. Да все что угодно. Но потом он перестал быть таким. Получается как вот этот мультик про кошку. Вот и все. А где эта красная линия для Запада, чтобы перестать быть таким? Запад не идеал. Никогда он не был идеальным и не будет идеальным. По той простой причине, что люди не совершенны. Люди не боги. И мы живем в миру, а не в раю. Эта политика, она такой была, есть и будет. Другое дело, что да, там все-таки ценности и принципы имеются. Другой вопрос, когда они встают уже в безусловный абсолютный приоритет. Но они есть, потому что есть избиратель, который руководствуется именно этими принципами. Иначе, например, Байден бы не смог выделять миллиарды долларов, допустим, на помощь союзникам Америки, если бы его избиратель не считал, что это правильно. И в этом отношении, конечно, американцы более идеалистичны, чем, например, европейцы. Есть европейцы, да, они симпатизируют всем, но то, что происходит дальше 100 км от их небольшой страны, им не интересно. Понимаете? Да, вот у меня пенсия вот столько, если, допустим, мы выделим помощь, ну, слишком большую, а моя пенсия должна расти, ну, хотя бы 2-3 процента в год, тогда не вырастет, мне это плохо. А давайте не будем делать, например. А вот американцы и канадцы, ну, нет, они перейдут в океан, пойдут, будут погибать за идею. Да, это вот как высадки в Нормандии, например. Да. Но в противоположную сторону в последний раз это был маркиз Лафаэд и Тадемш Костюшку, которые воевали за независимость Америки. То есть вот разные восприятия. Когда мы говорим Запад, Запад он очень разный. Ну, понятное дело, там разные страны. И это разные, причем с разной историей болезней. Например, там Венгрия, например, хоть это и не Запад, но это Европа. Ну, или Греция как государство, например, у нее своя, скажем так, своя проектория. Португалия вообще не участвовала в мировых войнах или как-то это все так вот. Ну, так, поскольку, да, все мы европейцы. Ага, хорошо, консенсус не буду нарушать. Но то, что вы поляки сможете объяснить за две минуты. Португальцу потребуется часов пять. И то не факт, что... За бокалом вина. Да, и не факт, что он поймет. Ну, вернемся в регион наш. У Армении с ЕС есть соглашение, да, СЭПА. Вообще что-нибудь исполнять? Делаются уже какие-то реформы в этом направлении или нет? Да, конечно. Делается очень многое, но, к сожалению, делается не все. Особенно по части внедрения стандартов Европейского Союза в продукцию нашей экономики. И это большая загрузка. Поэтому мы пока не можем эту диверсификацию, которую мы проводили, и проводим в области обороны и безопасности, проводить еще и в экономике. А это тяжелый камень на наших ногах. И не дает нам длиться, и это, скажем так, укорачивает наши возможности в наших отношениях с внешним уровнем. Да, это правда. И пока еще трудно решать. Во-первых, многие не представляют. Материальная база для стандартизации отсутствует. Это потребует дополнительных вложений, пока не понятно из каких источников. Каждый бизнес должен разработать собственный бизнес в план диверсификации. Это процесс ни одного дня. Но с чего то же мы будем начать? Здесь пока что и в этом мои методологические, стилистические и эстетические размышления с нашими правительствами. Именно в том, что да, это дела, которые нужно делать. А здесь пока еще так. То есть ничего не понимает? Да, но все по политической части, по части законодательства очень много делаются. В частности, касательно судебной сферы, правоохранительных органов, вообще внутренних регламентов. Да, это все меняется через парламент, практики, налоговое производство и так далее. Так многое меняется, но, скажем так, не все. И сказать, что я доволен, нет, я не доволен. Более того, я считаю, что мы должны ввести пост третьего вице-премьера, который будет отвечать только за его интеграцию. И будет уже непосредственно заниматься этими вопросами, только этими вопросами, а не между делами. Плюс в министерствах должно быть управление именно по евроинтеграции. Это чтобы процессы шли, и чтобы вице-премьер эти управления... Но вы вхожи в кулуары власти, вы можете им это посоветовать? Ну да, мы советовали это и в закрытом режиме, и в открытом режиме. Да, мы критикуем тоже, потому что они сказали... Вам прислушивались? Замяли и закончилось, пока что. Но в чем-то, да, в чем-то нет. Но в чем они не прислушиваются? Они объясняют проблему? Да, объясняют. Объясняют рисками, необходимостью управления ими, необходимостью минимизации возможных шоков. Я понимаю их логику, но я не согласен с оценками этих рисков, потому что я считаю эти оценки с их стороны где-то преувеличенными, а в чем-то недооценированными. То есть, как шиворот на выбор, я думаю, что это нужно меняться. И мы всегда были готовы и участвовали в обсуждениях, в дискуссиях, и остаемся быть готовыми к этой функции. Азербайджан не признает республику Армения в рамках вот той территории советской Армении, да? Также Азербайджан требует изменений герба, конституции, при этом удерживают территории армянские. Во многом Армения, кстати, признает Азербайджан в тех территориях, в которых она есть. Более того, даже с Арцахом. Это я имею ввиду наоборот, что происходит. Где та грань, когда вот аппетиты Азербайджана, вот Армения скажет аппетитам Азербайджана все, стоп. Вот здесь уже мы решаем, чего нам делать. Или мы так и будем постоянно играть в шашки в поддавки? Мы видим следующее. Во-первых, Азербайджан при разных, скажем так, аудиториях говорит совершенно разные вещи. Например, то, что вы говорите, они такое никогда не скажут, допустим, когда идут трехсторонние переговоры с участием госсекретаря с этим. Что именно они не говорят? Что мы не признаем Армению границей в 1991 году. Но они это говорят во внутренней аудитории. Они это говорят говорящими ртами в ютубе. И причем это... Ну как, они требуют жизни и Конституции, и Герба. И именно раньше, что там Арарат на Гербе. Да, да, да. Но насчет непризнания Армении границей в 1991 года. Они, ну официальный Баку, публично не говорят, но вся их пропаганда работает на это. Армению называют западными мазарами. Аздахи, да. Они вспоминают свою древнюю историю касательно периода эльюанского ханства, когда здесь была персидская власть, да, персидская власть Персии, но была она очень слабая, была в таком состоянии феодальной раздробленности. И это было после тех... Но даже этот период это не являлся западным Азербайджаном. Потому что в то время не было и восточного Азербайджана. Да, да. Вот именно. И причем это было всего лишь где-то около двухсот лет до, если идти назад, до Шаха Аббаса. То есть как история до этого не была. Причем по разным-разным источникам, которые говорили одно и то же, да. Тогда отсюда было изгорано порядка трехсот тысяч человек. И на их место... Вы имеете в виду Великий Сургун, да? Великий Сургун, вот именно это и это событие тоже есть. То есть это сделал Шах Аббас. Причем он делал это из тех... По соображениям, в том числе и военным соображениям, той войны, которые там десятилетия шли с Османской империи. Ага. Потому что он отсюда перевез их, получается, в Персию, чтобы они не оказались жертвами между Персидской империей и Османской империей, которая здесь билась. Да, но Османская империя, например, этого не делала. Это тоже большой вопрос. Это что за спасение и... Да, но когда пострадала шиитов Чурок, вот так, от Османской империи, они весь удар приняли на себя. Да. Конечно. И плюс к этому еще и третья армия, да, в ходе этого переселения просто падает. Это же тоже, как говорится, ничего себе спасение, да? Да, но вот на Западе слышим, что говорит Алиев, что нет никакой Армении, есть западный Азербайджан. Ну, что говорится, когда это услышанное опровергается, допустим, на уровне Википедии, понимаете? Они просто, ну, крутят палец у виска, причем вот открываем... Это за претензии, неплохо, как президент. Да, а что, если президенту дали кресло, это не означает, что дали и мозги тоже. То есть, проблема здесь. И вот, то мы имеем, делаем мы всякие правила. Когда Армении скажет, стоп, вот здесь уже вы не правы, здесь мы не идем на уступки. Смотрите, здесь вопрос в чем, мы по элементам имеем все основания утверждать, что для нормализации отношений с Азербайджаном, то есть перевода рубильника из положения войны в положение мир, все основания уже есть, причем согласие именно Азербайджану тоже. Просто сейчас они не хотят заходить под обязательства, которые свяжут им руки в том, чтобы реализовать свое силовое преимущество, которое у них есть в отношении нас. И вот они тянут в надежде на авось, что еще они у нас соскрипут больше, чем, допустим, сейчас вот эта вся матрица выстроенная им позволяет. Они надеются, что обстоятельства могут сложиться, как в сентябре 2020 года, и они попробуют еще. Поэтому, что их раздражает? Обратите внимание, их раздражает наличие европейских наблюдаций, их раздражает наши отношения с Францией и Санитой. Вы имеете ввиду под их, это Азербайджаном? Под Азербайджаном. Их раздражает, что у нас закупается оружие и проводятся военные учения с нашими новыми партнерами здесь, в том числе и Соединенные Штаты. Им это все, причем не нравится в первую очередь. Почему? Потому что это им связывает руки. И вот они вот именно этого не хотят. Обратите внимание, вот опять договоренность на прошлой неделе, что состоялась. Казалось бы, отлично, наконец. Но, в тот же день, Олег встречает турецких парламентарей, снова переводит строки нашим сторонникам. Армения против медного договора. И переводит основания такие. Они не согласны с нами, с нашей позицией в отношении Минской группы. И второе, Армения вооружается и проводит учения. Ай-яй-яй. Это означает, что они против медного договора. Нам ваша конституция не нравится. Извините. У Ирландии от 25-го года конституция, согласно которой весь остров, это мечта ирландского народа объединить с партнерами Ирландии. И на этом устроились два государства. Два государства. Причем два дружественных государства, одно из которых называется королевство Великобритании и Северной Ирландии. И ни один британский политик не выступает и не возникает с такими претензиями, что меняйте декларацию Великобритании. Понятное дело, что на кухонном уровне ирландцы ненавидят англичан. Послушайте, история Европы, вы историки отлично знаете, таково, что нет страны, которая не воевала со своими соседами, причем веками, многократно. Самое известное – это войны между французами и немцами. Если бы мы и азербайджанцы друг друга перебили в таком количестве, не осталось бы ни нас, ни их. И нормально. То есть, когда речь идет о межгосударственных отношениях, это не про братство, это не про дружбу. Речь идет о регламентированных цивилизованных отношениях. Хотите пример? Например, между Грецией и Турцией. Это братские отношения нет. Это отношения между двумя государствами, которые понимают, что такое государство, что такое государственный интерес и как вести дела в государстве и с соседним государством при всем их отношении друг к другу. Именно нет. Это тяжелая историческая память, есть посольство в Афинах, есть посольство в Ангаре, есть границы, есть пограничники. И даже дом-музей от отделка салонников. Салонник. Правильно. И еще у Айя-Софии есть место, где греческие туристы приходят и зарегают меч. Даже в мечети это делается. Сейчас же это мечеть Айя-Софии. Да, в мечети. И греки приходят за счет Айя-Софии. Не знал я об этом, да. Ну вот, если я правильно понимаю, из последней пресс-конференции Пашиняна, журналиста, он собирается, во всяком случае, он не отказывается от вывести европейских наблюдателей, чего Азербайджан хочет, и может отказаться от минской группы, если я правильно понял. Самый прямой путь отказа от минской группы, это подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном и установление в регионе долгосрочного и всеобъемлющего мира. Тогда низкая группа в УДСЕ исчезнет. Автоматически перестанет работать. Это кратчайший путь, чтобы без этих лишних... Тогда получается Азербайджан не хочет исчезновения минской группы, потому что он не стремится к мирному договору у нас. Фактически, фактически. А зачем это Афганистану хотел сказать, Азербайджану? Потому что Азербайджан не заинтересован. И я... Нет, я имею ввиду, зачем Азербайджану минская группа? Азербайджан как раз требует, чтобы Армения вместе с ней обратились в УДСЕ с ходатайством о распуске минской группы. Армения не согласились с этим. И говорит следующее, что самый краткий путь, рост пуска минской группы, это мирный договор с нами, который мы должны заключать. И тогда минская группа отомрет автоматически. А европейские наблюдатели? Европейские наблюдатели здесь появились в результате договоренности между Арменией и Европейским Союзом, и они находятся на международно признанной территории Армении. То есть Армения не отказывается? Нет, конечно. И более того, Армения не считает уместными дискуссии с третьими сторонами, не имеющими отношения к Армении или Европейскому Союзу. И Азербайджан будет в числе Пухачеву. Поэтому, да, это могут быть дискуссии, но, допустим, участникам этой дискуссии не может быть условный фикметаж. Будем подводить итоги, там же по времени мы уже перешли рамки. Смотрите, я вот хотел узнать по поводу еще границ. Известно, что из аэропорта Звак-Нос были выведены войска ФСБ России, но они же еще остаются на иранской границе. И на турельской. И на турельской. Будут подобные выводы или там пока на какое-то время они останутся? Вопрос следующий. Если взять философскую часть вопросов, любая страна должна сама защищать свои границы. А при этом. Точно. Так. К сожалению, мы этот вопрос не поднимали уже вот сейчас, исполнится 33 года нашей независимости. К сожалению. И только-только сейчас в обществе идут уже оборудования. Обсуждение о целесообразности нахождения российских погран войск на армяно-иранской и армяно-турецкой границах. А до этого, еще и после 20-го года, на армяно-азербайджанской границе, из которой мы также попросили их покинуть. И они покинули границу. Логика в моем представлении состоит в том, что этот процесс будет продолжаться. В особенности между Арменией и Ираном нахождение российских войск вообще не представляется странным. Потому что непонятно, они нас от Ирана защищают или Иран от нас. А касательно Турции, конечно, там довольно-таки длинная граница и потребует наращивание наших возможностей пограничной службы. И сейчас ведутся, во-первых, командование по агромольству выделено из состава СНБ. Это очень правильное решение. Во-вторых, понятно, что их численность будет увеличена. И понятно, что их подготовка не должна быть совкованной. И в этом плане уже были встречи министра иностранной армении с службой Frontex. Это служба по охране внешней охраны Европейского Союза. Там весь опыт всей Европы. И с американцами. У них опыт охраны мексиканские граждане. А это не является, кстати говоря, одним из условий безвизового режима Армении? Ага, теперь мы объявили о начале этого диалога и Брюссель также объявила об этом. Естественно, мне трудно представить установление безвизового режима для стран, которые не защищаются по регионам. Но многие говорят, через два-три года, максимум три года, Европа для Армении будет безвизовой страной. Соответственно, получается, через два-три те же года на границах уже будут армянские войска, что расстоялись? То есть мы к этому идем успешно или мы только об этом думали? Мы объявили, что мы начинаем идти в эту сторону. И сочли, что этот промежуток времени, который мы назвали, впал на себя реалистичным. Да, но это и означает, что нужно их попросить. Это намек уже России, что вот мы готовимся и в течение двух-трех лет вам нужно будет коррежать? Да, мы как бы отписали протокол по аэропорту Звахтнов, что да, мы поблагодарили российскую сторону за десятилетия службы. А кстати, в теории в аэропорту тоже войска ФСБ стояли? Это же тоже международный аэропорт, насколько я знаю. Ну, по-моему, это только в России. Возможно, я не знаю. Я через Германию не летел и, по правде говоря, не в курсе, были или нет. Ну да, воздушные границы Армении уже находятся под контролем погромой страны. И только погромой страны. Это, я считаю, очень запоздалое решение, но это тот случай, когда лучше поздно, чем люди. Такой еще вопрос. Армения, 2024 год. Кто на сегодняшний день, кого на сегодняшний день можно назвать союзником Армении? Может быть, это ряд стран, может, это одна страна? Смотрите, союзник – это страна, с которой есть вся должная договорно-правовая база, которая формирует этот союз. У Армении на данный момент нет союза. Да, у Армении есть страны единомышленники, партнеры, с которыми у нас разные уровни отношений. С кем-то получилось лучше, как, например, с Францией. Со Соединёнными Штатами у нас получается тяжелее, но получается. Ровные отношения. Да, но медленные. Французы иногда готовы на трары не такие, а американцы более развернуты. То есть это, наверное, стилистически. Иран, конечно, является дружеской страной для нас, но у Ирана очень большие проблемы с международным сообществом, как таковым. И в данном случае мы не можем игнорировать ни режим санкций, ни разночтения, которые есть у наших западных партнеров с Ираном. Но в то же время мы по всем вопросам, которые не перекрывают сказанное, мы сотрудничаем все равно. Более того, даже в некоторых вопросах стремимся к тому, чтобы были бы исключения в отношениях к Ирану. Я хочу пример привести, но удалось во всяком случае многим нашим главным партнерам убедить, что, допустим, если в Армении будет энергетическое сотрудничество с Ираном, не обходящие санкции, это в интересах Армении, я считаю, да, не могу, что соседняя страна. В таком случае, да, мы не имеем особых таких воодражений. Хочу привести к примеру. В 15-м году, когда состоялась сделка, ядерная сделка Ирана с Шестеркой, посуды в Армении говорила о том, что мы считаем, что это очень хороший шанс для Армении для диверсификации своих энергопоставок в страну. Вот такое отношение. А французы, вы знаете, что все равно поддерживают очень тесный диалог, но не означает, что полное согласие с этим. Но диалоги, причем даже верила. Несколько раз мы это публиковали, что послы Ирана и Франции верили в консультации. Это только народно. Это нужно понимать. И последний вопрос, который, я думаю, наверняка многих интересует. И в то же время я отдаю себе отчет, вы не бог и не можете знать об этом. Но мне интересно ваше мнение. Пожалуйста. Ряд экспертов говорит, что войны не избежать с Азербайджаном. И это наверняка случится до конца 25-го почему-то года. Как вы считаете? Я не считаю войну между Арменией и Азербайджаном предопределенной. Более того, я считаю, что у Арменией и Азербайджана есть все возможности, чтобы войны между нами не было и чтобы войны между нами больше не было. Поэтому эти возможности... И Азербайджан так же думает? Я говорю о наличии возможностей. Будет ли такое? Я, по правде говоря, считаю своим долгом сделать все, чтобы это именно так и было. Но мы понимаем, что не все будет зависеть от нас. Во всяком случае, войну дамы не должны исключиться. Касательно вот этих расчетов, этого алармизма, касательно неизбежности войны, я этого не разделяю, потому что не вижу оснований. Объясню тем, что начало войны имеет политическую цену. Один вопрос, когда ты говоришь о том, что это в рамках твоей международно признанной территории, что вот документ вывели за это. Да, была позиция всех стран в ОБСЕ, за исключением Армении, в 1996 году. Да, это так. Азербайджан просто должен понимать, что территориальная целостность не является индульгенцией для проведения политических чисток. Но это уже вопрос, который должен решаться в судебном порядке. Я считаю очень большим достижением, несмотря на недовольство России, что Армения протифицировала Римский статут и стала полноправным членом международного уголовного свидания, куда иски могут подавать и физические лица. Этот вопрос должен решаться в судебном порядке. Потому что этническая чистка – это преступление против человечества. Это нужно понимать. Это не так, что там людей выгнали, и это нормально. Но при этом я хочу подчеркнуть, что я не вижу реалистично, чтобы этот вопрос стал предметом на данный момент переговоров между официальным переговором и официальным ИБАКом. Потому что это будет означать всего лишь прекращение переговоров. А то и казус нет. Таковы реалии. Это не потому, что мне это так нравится, а потому, что так диктуют реалии, так диктуют интересы государства нашего. Независимо от того, нам по душе это или нет. Все, хорошо. Спасибо большое за просмотр.